сколько нам потребуется времени чтобы стать самым крупным авторазбором в тюмени неделя наверно может быть две недели мая что в твоей голове сейчас миллион рублей что их убило вкладывались не в свой бизнес а в однокомнатные квартиры и либо в премиальные автомобили дедушка о чем мы с нее брать то будем и у нас эта тачка купилась за две недели почему но может быть инопланетяне прилетают и скупают все эти запчасти в чем разница между китайским аналогом и оригинальной запчасти был качество китайских запчастей бывают аналоги хорошего качества бывают аналоги качество я заложил квартиру в которой жил оттуда в принципе взял деньги на открытие бизнеса главное оставаться голодным да все верно ты спишь очень мало у тебя нету выходных кажется что это такое вот разумное решение как говорилось в одной очень известной книжке про маленького принца нужно рубить хорошие бабки друзья всем привет сегодня с интервью с директором авторазбора антоном кузнецовым и сегодня мы узнаем очень много полезной информации приветствую антон сразу переходя к информации первый вопрос назови пожалуйста топ-3 ошибки начинающих авторазборщиков и первая ошибка с которой встречается практически каждый начинающий авторазборщик это отсутствие учета автозапчастей ведь когда ты открываешь авторазбор ты работаешь один может быть вас двое у вас сразу появляется куча специальностей ты разборщик и фотограф и маркетолог и таргетолог и кладовщик и всем этим занимаешься только ты либо ты со своим другом ты спишь очень мало у тебя нету выходных и вести какой-то учет автозапчастей записывайте о том какая запчасть у тебя где лежит ну просто нету времени ну и конечно ты на тот момент думаешь зачем мне это делать ведь я помню где у меня лежат запчасти с конкретного автомобиля это продолжается недолго буквально 1 2 3 машина когда ты разберешь пятую машину мысли у тебя уже начинают немножечко путаться когда ты разберешь 10 автомобилей ты сто процентов уже запутаешься где какая запчасть у тебя лежит какую-то запчасть продал какая у тебя в наличии и на складе у тебя происходит неразбериха когда ты понимаешь это ты начинаешь проводить инвентаризацию ты начинаешь присваивать место хранения опять же всем этим запчастям но гораздо легче делать это изначально с первого автомобиля как говорилось в одной очень известной книжки пара про маленького принца нужно рубить баба вы пока они еще маленькие потому что разобрать по полочкам и проинвентаризировать запчасти 10 автомобиля гораздо сложнее чем это делать изначально не обязательно вводить какую-то сложную систему учета покупать эти программы можно это все сделать в excel таблице в excel табличке я рекомендую писать название запчасти его артикул внутренний который вы который вы присваиваете можно начать цифра 1 это будет очень интересно вы будете отслеживать сколько запчастей у вас всего на авторазборе цену и в принципе этой этой excel таблички будут достаточно прикрепляете к запчасти бирочку на который пишите артикул ложите его на полочку в excel табличке пишите артикул и на какой полочке лежит эта запчасть соответственно запчасть продали с excel таблички запчасть удалили это в принципе сделать несложно и уверяю вас вы ни в коем случае не пожалеете если начнете этим заниматься именно с первого автомобиля вторая ошибка это начинай с дорогих автомобилей допустим у вас изначальный бюджет миллион рублей конечно некоторые думают я сейчас просто возьму от мерса возьму за пол лепёхи и бэху возьму за пол лепёхи зачем мне эти помойки эти ржавые разбирать когда можно сразу же с дорогих дорогие тачки разобрать и как бы нормально продавать запчасти по хорошей цене купаться в шоколаде потом еще какую-нибудь там аудюху может быть возьму дорогую но нет ребята вы не правы мы сами чуть не погорели когда начали авторазбор именно с дорогих автомобилей дорогие машины они гораздо дольше окупаются чем дешевые народные простые машинки которых ездит очень много разобрать дорогую сложную немецкую машину гораздо тяжелее гораздо больше уходит на это время ну и соответственно она будет у вас окупаться больше срок на начальном этапе бизнеса чтобы вам обкатать все процессы внутренние авторазбора вам нужны машинки попроще это народные автомобили это рено логан volkswagen polo kia rio hyundai solaris и подобные машинки в общем то посмотрите на чем ездят таксисты вашем городе вот именно это ваш сегмент автомобилей на начальном этапе третий пункт это выбор локации либо площадей для твоего будущего бизнеса обращаюсь к начинающему авторазборщику я понимаю что в твоей голове сейчас выбор местоположения это быть поближе к народу быть поближе городу а если у тебя есть свой гараж допустим на три машины то ты можешь свой бизнес начать именно там ведь очень же удобно если поперло допустим да тогда ты как-то сможешь расшириться если не поперло то ты в своем гараже оставляешь все эти запчасти продолжаешь дальше их продавать в свободное время допустим устраиваешься обратно на какую-то работу и никаких убытков не несешь но это в корне неправильное мышление даже не авторазборщика бизнесмена когда начинаешь бизнес ты должен быть 100 процентов уверен что у тебя этот бизнес у дастся допустим как была гидре чем когда гидре открывался он открывался с целью стать самой крупной авторазбором в тюмени и не стоял вопрос попрет авторазборы не попрет авторазбор стоял вопрос лишь только во время не сколько нам потребуется времени чтобы стать самым крупным авторазбором в тюмени как все-таки выбрать местоположение для твоего авторазбора и от чего отталкиваться в первую очередь в первую очередь нужно предусмотреть возможность расширения твоего бизнеса потому что авторазбор либо растет либо умирает все ликвидные запчасти от автомобиля разбирают в первую очередь остается неликвид который хранится долго и который продать очень тяжело но я вас возможно удивлю неликвидные остатки от автомобиля будут занимать практически столько же места сколько и весь автомобиль на стеллажах Потому что это все рассасывается, неликвидные остатки, они занимают много места. Те же самые обшивки дверей, либо какие-то элементы пластика, но выкидывать их нельзя, потому что это твоя прибыль. С ликвида, который ты распродал в первые три месяца, ты купил автомобиль, а с неликвидных остатков, которые у тебя лежат подольше, ты получаешь прибыль. Если ты их будешь выкидывать, то никакой прибыли, соответственно, не будет. Если ты арендовал просто гараж в чистом поле, либо у тебя есть какое-то строение, допустим, и рядом нету у тебя ничего, тебе будет достаточно тяжело. Ты когда разобрал, допустим, 10, 20, 30 автомобилей, ты заходишь в свой гараж, видишь, что у тебя места больше нет. Соответственно, чтобы тебе дальше продолжать свою деятельность, тебе нужно либо искать помещение побольше, либо арендовать дополнительное помещение, где ты будешь дополнительно хранить запчасти. Все выбирают первое, потому что бизнес не может находиться в разных концах города, тебе будет тяжело вести деятельность, тебе нужно будет больше народу, больше внимания, чтобы за тем и за тем следить. Если ты разобрал один автомобиль, это несложно, ты взял, погрузил все запчасти в тележку, отвез, там разложил на новом месте. Но обычно в авторазбор площадью, допустим, 200 квадратных метров у тебя влезет около 20, 30, может быть, 40 автомобилей, дальше место у тебя закончится. А вот перевозить уже 40 автомобилей на новое место, это очень тяжелое мероприятие, потребуется очень много ресурсов. Я напомню, когда ты разобрал 40 автомобилей, ты, скорее всего, работаешь один, а может быть, не один у вас работает, двое, трое. Да даже если у вас 10 человек работает, ты должен учесть, что кроме расходов на переезд, то есть это расходы на зарплату, на транспорт, который будут перевозить запчасти, тебе еще нужно будет платить аренду в том помещении, в котором ты сейчас находишься, если оно не твое, и аренду за то помещение, в которое ты переезжаешь. А кроме этого дополнительно тебе придется на это время либо прекратить свою деятельность по продаже автозапчастей, либо она серьезно уменьшится, потому что переезд, во время переезда очень тяжело что-то продать. Следовательно, твои доходы, они уменьшаются во время переезда, а твои затраты, они возрастают. Если у тебя нету в кармане пару лепех на это мероприятие, то можно сказать, что твой разбор просто умрет. Идеальный вариант, когда ты находишь базу, на которой, допустим, 5-6-7 разных арендодателей арендуют по небольшому участку помещений. В этом случае ты можешь развивать деятельность своих арендованных 100 либо 200 квадратных метров, смотреть, как у тебя по бизнесу идет, как заполняется твой склад. И когда ты чувствуешь, что уже у тебя подходит, ты можешь попросить арендодателя выделить тебе дополнительное помещение, либо, если кто-то съехал из арендаторов, заселиться в его помещение. То есть, тут тебе не нужно будет переезжать, ты просто открываешь калитку соседнего бокса и складываешь туда запчасти. Ну и еще огромный, немаловажный плюс, твои клиенты, которые к тебе постоянно ездили, они будут тебе, опять же, постоянно приезжать. В отличие от того, если ты переедешь на другое место, клиенты будут ездить на старую базу и, соответственно, им будет это неудобно. Так что, обязательно закройте глаза на все остальные нюансы, такие как расположенность поближе к городу, бесплатность помещения. Выбирайте именно так, с возможностью дальнейшего расширения, потому что, когда у вас закончится место, это может спасти ваш бизнес. Антон, скажи, пожалуйста, люди в комментариях пишут, почему такие цены на запчасти оригинальные? Ведь можно найти на других сайтах гораздо дешевле, но они не понимают, что это китайские аналоги. Скажи, пожалуйста, в чем разница между китайским аналогом и оригинальной запчастью БУ? Первый мой совет, если у вас есть выбор между БУ запчастью в хорошем состоянии за ту же самую цену, что и новый аналог, то я, конечно, рекомендую взять БУ запчасть в хорошем состоянии, если цена та же. Бывают ситуации, конечно, когда БУ запчасть в хорошем состоянии, а она дороже, причем на порядок дороже, чем аналоговая. Тут, наверное, стоит обратиться к минусам аналоговых запчастей, а их два таких основных. Первый, запчасть может просто не подойти к вашему автомобилю, то есть тот же самый бампер, он может быть больше, меньше, как у китайцев, станок сделал этот бампер, он такой и будет. Он может налезть на ваш автомобиль, а может не налезть. И второе, это качество китайских запчастей. Бывают аналоги хорошего качества, бывают аналоги нехорошего качества. Давайте по порядку, наверное, на какие автомобили и какие запчасти можно покупать в аналоговом исполнении. Но чаще всего аналоговые запчасти делают на самые популярные детали с автомобилей. Самое часто бьющееся место автомобиля это морда. То есть это бампер, капот, крылья, фары, рамка радиатора, сами радиаторы, решетка радиатора. Это все запчасти, которые чаще всего страдают, следовательно, на них очень большой спрос. И их выгодно, в принципе, производить в аналоговом варианте. Второе, нужно смотреть на популярность автомобилей. Естественно, лучше делать запчасти на популярные автомобили, ведь на них больше спрос. Сейчас мы пришли к выводу, что наиболее вероятно найти качественный аналог на переднюю часть автомобиля. То есть если вам нужна фара на Hyundai Solaris, либо на Kia Rio, вы найдете очень большое количество аналогов. И они замечательно вам подойдут. Тут то же самое касается передних крыльев, которые можно купить вообще в цвет, прикрутить. И замечательно это крыло подойдет. Это тоже касается бампера переднего. Если мы будем говорить про другие элементы, допустим, двери, да, то двери тут уже могут не подойти. Задние крылья, крышка багажника. Тут покупать аналоговые элементы достаточно рискованно. Дверь может быть либо шире, либо уже. И могут быть ужасные зазоры. И само качество этих деталей, так как они не особо популярны, оно не блещет. Выбор по аналогам меньше. Так что, что касается кузовных элементов, не передней части автомобиля, рекомендация все-таки покупать именно бэушку. Была недавно такая история. У наших постоянных клиентов с автосервиса мы продавали бампер задний на Ford Focus 2. Он у нас был дороже где-то раза в три, чем аналоговый бампер. В итоге собственник автомобиля, который ремонтировался на автосервисе, выбрал аналоговый бампер. Ребята купили китайский бампер, пытаются установить его на автомобиль, но ничего не получается. В итоге его положили рядышком с оригинальным бампером. Он оказался на 2 сантиметра короче с каждой стороны. То есть вот она разница. В итоге они этот, хорошо, что у них получилось, они этот китайский бампер аналоговый сдали обратно. Купили наш оригинальный, установили и все замечательно подошло. Второе это качество запчастей. Вернемся к тем же самым фарам, которые можно покупать на корейские автомобили. Если вы купите некачественный аналог, у вас эта фара через год пожелтеет. Это некачественная пластика, это отсутствие защитной пленки. Еще плюс к этому можно добавить нестатичный внешний вид. Если у вас автомобиль, допустим, 5-7 летний, у вас одна из фар, она уже имеет какие-то, ну, жизненные котские там небольшие. Вы устанавливаете новую китайскую фару. В итоге одна блестит, китайская новая фара, а вторая имеет свое обычное бушное состояние. В итоге по прошествии года все меняется. Эта фара оригинальная, она осталась как есть. А вот эта вот фара, которая блестела, она становится желтой. Пластик дешевый трескается и ее нужно снова менять. Что касается, опять же, и качества кузовных элементов. Я говорил про то самое крыло, которое, про те самые крылья, которые можно купить в свет, установить. Эти самые крылья красятся без грунтовки. То есть на голое железо наносится краска. И когда мы толщиномером при покупке проверяем автомобиль, это можно легко проверить. Допустим, толщина краски на всем автомобиле 180 микрон, крыло же будет показывать 70 микрон. Потому что краски тонкий слой, она наносится без грунтовки. Естественно, через год, через полтора эта деталь начинает ржаветь, она покрывается коррозией. И вам снова требуется замена. Такие варианты можно использовать для быстрого ремонта на скоряк. Либо если вы не собираетесь ездить на этом автомобиле, хотите ее продать, либо перепродать. Такие варианты очень часто используют перекупщики. И хочу добавить, если повреждения у вас не сильные, то есть было не сильное ДТП в переднюю часть. И у вас та же самая фара осталась целая, но только ушко у нее обломилось. Не обязательно менять всю фару целиком. Можно то же самое ушко припаять. Это будет гораздо лучше, чем покупать аналоговую деталь и менять оригинальную фару с небольшими повреждениями на китайский аналог. Очень много запчастей можно отремонтировать, в том числе и бампер можно спаять, если там небольшая трещина. Это лучше, чем покупать новый аналог. Антон, расскажи, пожалуйста, что может убить действующий авторазбор? То есть вот здесь вот много по Тюмени было конкурентов, насколько я знаю, но они вот все заглохли, так скажем. А вот твой авторазбор вот сейчас стал лучшим. Расскажи, пожалуйста, что их убило? Ну, заглохли не все. У нас еще очень много наших коллег продолжают работать в Тюмени. И мы причем видим по их действиям, по их объявлениям, то, что они начинают равняться на нас. Нам это очень приятно, очень льстит. У одного из известных авторазборов тюменских мы увидели на фотографиях дизайнерские элементы, которые мы придумали и внедрили в свои объявления где-то полтора года назад. У них сейчас то же самое появилось. Я вижу, что они меняются, опять же, смотря на нас. И первый пункт, над которым стоит работать, над которым работают также наши коллеги в Тюмени, это отработка плохих отзывов, отработка качества предлагаемых услуг. Нужно всегда следить за обратной связью от наших клиентов и, соответственно, исправлять свои ошибки. Ведь откуда, как ни от них, можно узнать об этих ошибках. Если ты с каждым днем будешь становиться все лучше и лучше, соответственно, твои клиенты это заметят. Не всегда наши клиенты, конечно, правы. Бывают и несправедливые замечания. В ответ на справедливые замечания мы прикладываем, опять же, рекламент работы нашего предприятия. Люди читают плохие отзывы, а плохие отзывы чаще всего читают гораздо чаще, чем хорошие и оставляют их чаще, чем хорошие. И в этих плохих отзывах они видят ответ организации. В ответе организации у нас написан регламент работы нашего предприятия. Ты прочитал плохой отзыв, прочитал ответ, где написано, что метки вскрывать в детали нельзя. В случае нарушения меток мы у вас деталь обратно не возьмем. Ну и, соответственно, ты как клиент этого делать не будешь, когда ты покупаешь запчасть. Потому что тебе об этом написали. Вот он явный случай был. Человек купил у нас запчасть, разобрал ее до болтика, потом собрал, захотел вернуть. Гидрач у него запчасть не принял. Следовательно, я так делать не буду. Запчасть разбирать не буду. Если мы где-то накосячили вследствие невнимательности наших сотрудников, мы, конечно, извиняемся перед нашими клиентами, исправляем эту ситуацию. Ну и, соответственно, это урок уже не для наших клиентов. Это урок для нас, для наших сотрудников. И в следующий раз мы такой ошибки не совершаем. И это все происходит именно благодаря обратной связи от наших клиентов и нашей адекватной реакции на эту обратную связь. Так, второе, это гарантийные сроки. Как было раньше. На авторазборах до прихода Гидрача купил запчасть. Все, потому что деталь был. И сейчас на некоторых авторазборах это осталось. Но таких авторазборов, к счастью, осталось немного. К счастью, наших клиентов. К счастью, вообще, автолюбителей. Потому что я сам лично считаю, что это несправедливо. Когда ты покупаешь деталь и не имеешь никакой гарантии на эту деталь. Тебе же могут втюхать какую-нибудь нерабочую запчасть. И все, в принципе, взятки гладкие. Ни в коем случае так делать нельзя. Потому что, ну, по крайней мере, миссия авторазбора Гидрача, это помогать автолюбителям экономить на ремонте своих автомобилей. А ни в коем случае не втюхивать им нерабочие вещи и не принимать их обратно. И все еще у нас на некоторых авторазборах, я говорю про Тюмень, есть гарантийные сроки в течение трех дней. И на том же самом авторазборе, я обращу внимание, слышал от наших сотрудников, есть такое правило. Если менеджер по продажам принял к возврату деталь, то этот возврат он оплачивает сам. То есть, таким образом, руководство авторазбора заставляет своих менеджеров юлить, обманывать клиентов, делать все, что в их силах, лишь бы деталь к возврату, даже если она нерабочая, не вернуть. У нас этого нету, у нас четко прописаны гарантийные сроки две недели. А, кстати, при участии в наших акциях, которые у нас постоянно проходят, можно получить гарантийный срок один месяц. В течение этого срока ты можешь принести деталь, даже без объяснения причины нам ее отдать, мы тут же вернем тебе деньги. Единственное условие, чтобы это было в рамках гарантийного срока. Ну и второе, как я уже говорил, чтобы деталь не разбиралась, и метки наши не нарушались. Очень часто бывают ситуации, когда наши клиенты не уверены, это ли деталь у них сломалась, потому что тяжело диагностировать современные автомобили за недостатком и диагностического оборудования. И самих диагностов, которые могут это сделать, грамотно выявить причину неисправности, они приезжают, покупают у нас деталь, устанавливают на свой автомобиль, убеждаются, что не в этом проблема, в общем-то, и приносят нам эту деталь, отдают. Ничего страшного, мы эту деталь также сможем продать другому человеку, которому она пригодится, а человеку, нашему клиенту, мы сделали добро, он продиагностировал своему автомобилю, нам приятно, ведь мы свою часть миссии помочь автолюбителям в ремонте своих автомобилей уже благодаря тому случаю выполнили. Третье, на что я хочу обратить внимание, это очень часто на этом попадаются начинающие авторазборщики, очень часто видишь человека, который разобрал первые три автомобиля, тут же пошли бабосы к нему рекой, и он уже купил себе какую-то невероятную новую BMW, либо новый китайский автомобильный, она в современных реалиях, обычно покупают китайские тачки в кредит, вкладывается, либо когда разбор чуть побольше, тут уже возникает мысль так, насколько долго продлится все это удовольствие, ну-ка я потихонечку куплю себе однушечку какую-нибудь, мало ли что, у меня всегда что-то останется, однушечка, буду сдавать ее потом, и таким образом деньги из организации выводятся в пассивы. В конечном итоге это, конечно, в большинстве случаев может убить авторазбор, потому что возникают непредвиденные траты, эти траты, как я уже говорил, могут быть на тот же самый переезд, в другое место, чтобы разбор развивался, на эти деньги могут быть куплены автомобили в разбор, на эти деньги можно улучшить качество своего сервиса, допустим, купить автомобиль, который будет организовывать бесплатную доставку запчастей до транспортной компании, этим самым ты улучшишь сервис для иногородних клиентов, к тебе будут больше обращаться, или эти деньги можно распределить какую-то часть между сотрудниками предприятия, тогда они будут более усердно работать, останутся на твоем предприятии и не убегут в гидрач, потому что там платят больше, и твой бизнес не умрет и не загнется. Кроме этого я сегодня расскажу про окупаемость автомобилей, как я уже говорил, дешевые автомобили окупаются быстро, но приносят меньший доход, а дорогие автомобили, они окупаются подольше, но в конечном итоге приносят большую прибыль, так что те же самые деньги, которые вы, возможно, запланируете отложить на ту же самую покупку квартиры, либо себе элитного автомобиля, лучше вложить в дорогие автомобили на разбор, пусть они у вас лежат, этот автомобиль будет приносить ту же самую прибыль, даже еще больше в долгосрочной перспективе, в конце, это поможет вашему бизнесу устаканиться, и, возможно, когда-нибудь в далеком-далеком будущем вы сможете позволить себе этот автомобиль, либо эту квартиру. Вообще насчет цели открытия бизнеса, я придерживаюсь точки зрения, что бизнес нужно открывать ради того, чтобы заниматься любимым делом, а не ради денег. Любой бизнес, открытый ради денег, он в итоге прогорает. Так интересно слушать, касаемо квартиры, особенно то, что кажется, что это такое разумное решение, что вроде бы и деньги идут, и уже есть какой-то капитал, и с одной стороны хочется какой-то бэкграунд отложить, чтобы все-таки реально была квартира, на случай чего, если правда прогорела, а с бизнесом получается не так, то есть либо ты до конца идешь, либо не до конца, и бизнес любит внимание. Интересно. Все верно. Есть еще мнение про начальный капитал. Вопрос стоит в том, можно ли открывать бизнес на собственные деньги, либо можно открывать на кредитные деньги. Очень много людей придерживается того мнения, что бизнес на кредитные деньги открывать нельзя. Я же придерживаюсь другой точки зрения. Я думаю, что бизнес нужно именно открывать на кредитные деньги. Более того, нужно как можно больше путей тебе отрезать к отходу. В моем случае я заложил квартиру, в которой жил, оттуда взял деньги на открытие бизнеса. Обратной дороги не было, быть может, если бы была обратная дорога, если бы у меня были собственные накопления дополнительные к квартире, я бы сдался и сказал, что все нормально, что-нибудь квартира есть, найду работу себе и буду дальше работать. В моем случае обратной дороги не было, бизнес прекратился, соответственно, квартиру у меня забрали, я не заработал эти деньги. за которые заложил эту квартиру и опять же про тот самый задний дворик та же самая квартирка однушка о которой ты говоришь и не должно быть потому что это тебя слабит то есть любой момент ты можешь подумать а у меня же квартирка есть да и черт с ним с этим бизнесом продам там или его или его просру из-за того что я там чуть-чуть похуже стала работать нет у тебя ничего нету за спиной все твои все твое имущество но в кредитах квартира в которой я сейчас живу это уже другая другая квартира но она тоже в ипотеке то была моя личная то есть у меня никакого абсолютное имущество нету все вкладывается в бизнес и может быть это и спасает этот бизнес потому что с каждым днем приходится работать все сильнее расходов все больше и требуется что-то придумать чтобы покрыть эти расходы это очень интересно но бывают утомительно может быть не каждый выдерживает эту гонку и сходят с пути это точно главное оставаться голодным да все верно антон скажи пожалуйста топ-3 прибыльных авто за последние три месяца топ-3 самых прибыльных автомобиля на третьем месте это chevrolelo chetti можете посмотреть у нас на сайте идентификатор g601 в поиск вводите и вы увидите карточку этого донора эта тачка окупилась за три месяца и принесла сейчас секундочку 166 тысяч четыреста восемьдесят пять рублей попытаюсь объяснить причины популярности этого автомобиля если вам удалось купить его целым даже с кучей косяков как был именно этот экземпляр красный а если она еще и на ходу то она окупится очень быстро популярные движки 1.6 которые ставились на кучу автомобилей коробка механика но и в принципе машина достаточно удачная получилось на втором месте у нас lada largus идентификатор у нее g611 можете на сайте посмотреть на нашем окупилась и принесла сто шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят пять рублей тоже прибыльный автомобиль причина популярности очень простая largus это логан жопой так сказать очень часто используются в коммерческих маленьких небольших перевозках на организациях обычно у этих автомобилей достаточно большие пробеги очень дорогие у нее элементы кузова особенно задняя часть задние двери если они целые тот летая сразу же причем за хорошие бабки а если этот вариант еще в кузове не фургон варианте как-то универсалная назвать где у нее сзади окна есть и на задних дверях тоже есть окна эти окна тоже стоят кучу бабок крылья задние тоже очень дорогие так что если вы ездите эксплуатируете такие автомобили учтите берегите жопу потому что стоит она очень дорого лучше бейтесь мордой с мордой там все слогана стоит подешевле но и агрегаты соответственно с этого автомобиля тоже пользуются спросом потому что живых их осталось мало дальше на третьем месте у нас народный автомобиль это lada гранта g592 купилась и принесла сто семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят пять рублей в последнее время очень популярные автомобили мы их разбираем часто покупаем много если попадается предлагаем сразу же хороший ценник и забираем на разбор гранты окупаются очень хорошо я связываю это с тем что это один из тех современных еще свежих автомобилей автоваза куда подходят агрегаты от других русских автомобилей и в принципе и в починке такой автомобиль он достаточно легок запчасти стоят недорого внутрянка да а то что сверху там по кузову это уже все это уже все подороже возможно они так быстро окупаются для нас лада гранта все еще остается загадкой потому что вроде бы запчасти все стоят дешево окупается она быстро не знаю почему может быть инопланетяне прилетают и скупают все эти запчасти и у нас топ-3 автомобилей это как вы уже успели заметить это бюджетные народные автомобили именно с них я советую начинать авторазбор начинающим предпринимателям окупаются они быстро вносят приносят неплохую прибыль эту прибыль вы можете реализовать опять же найти либо бюджетные автомобили либо купить более дорогие автомобили о которых мы сейчас и будем рассказывать в рамках топ-3 самых неликвидных автомобилей на третьем месте nissan patrol за три месяца он не окупился более того до окупаемости ему осталось еще двести девятнадцать тысяч пятьсот двадцать пять рублей то есть мы с ним ушли мы с ним ушли в минуса из-за чего это может быть из-за того что он был сильно поврежден может быть из-за наличия запчастей подобных автомобилей в достаточном количестве на рынке и или может быть из-за того что не сильно популярная вообще модель спрос маленький быть может у нас через месяц расхлопается в тюмени какой-нибудь такой же nissan patrol нас купят сразу же пол тачки и он сразу же окупится и принесет прибыль ну по крайней мере я на это надеюсь надеюсь не на то что кто-то расхлопается а то что мы продадим эти запчасти так второе место бмв x5 спустя три месяца минус 472 тысячи пятьсот восемьдесят рублей не первую мы такую машину покупаем из-за видной регулярностью они очень тяжело окупаются все-таки я надеюсь что в долгосрочной перспективе эта машина нам принесет прибыль но и в защиту все-таки немецких автомобилей того же x5 могу сказать что запчастей по факту с этого автомобиля выходит в сумме больше чем с бюджетных допустим автомобилей kia rio разобрали вышла запчастей в четыре раза больше чем стоимость автомобиля разобрали x5 вышла запчастей в семь раз больше чем стоимость автомобиля единственный срок за который она окупится либо не окупится опять же я надеюсь на второе время покажет авторазбор это бизнес такой неопределенный нельзя его предсказать сейчас x5 разобрали и получилось по расчетам что будет сумма конечная по продаже всех запчастей в семь раз больше относительно той за которую закупили там уже да да если мы продадим все в ноль но в ноль мы все с x5 не продадим это сто процентов какая-то часть запчастей там останется причем эта часть она не маленькая с немецких премиальных автомобилей очень много запчастей остается они у нас очень долго лежат возможно когда-нибудь лет через семь мы продадим практически в ноль все а с чем это связано почему много запчастей остаются которые лежат на полках именно от немецких брендов очень много вообще запчастей с этого автомобиля если мы разбираем киа рио с нее получается ну примерно 200 300 запчастей если мы разбираем бмв x5 то с него запчастей уже около 600 очень много маленьких элементов очень много элементов салона очень много датчиков которые не пользуются популярностью либо не ломаются в этом автомобиле то есть есть больные места уязвимые болячки у этого автомобиля именно эти запчасти расходятся в первую очередь ну какие-то элементы салона так как этот x5 он был достаточно свежий какие-то элементы салона они еще долго никому не понадобятся и они также и будут лежать потому что на этих тачках не таксуют в отличие от киа рио у этих народных автомобилей у таксишных зашоркиваются и обшивки двери и потолки и еще какие-то элементы и таксисты либо перекупщики допустим их покупают меняют поцарапанный пластик на свежий пластик с разобранного автомобиля чтобы машина имела товарный вид у немецких премиальных автомобилей такой проблемы нету поэтому эти все элементы салона они как правило лежат ну и салон он разбирается на гораздо большее количество частей чем у простых автомобилей так но и первое место это новый китайский автомобиль хавал fx-7 жесткий минус минус 613 тысяч 210 рублей и с новыми китайцами как я говорил в предыдущих интервью нужно быть очень очень осторожным и аккуратным это второй или третий китаец нового поколения которые мы взяли и прошлый черри тига 4 про мы вроде разбирали год назад он окупался целый год сколько будут окупаться хавал fx-7 неизвестно и окупится ли он и в последнее время мы предлагаем за китайские автомобили либо совсем уж маленькую сумму либо вообще не покупаем эти машины я связываю это с тем что очень много запчастей новых на эти автомобили они есть наличие их продолжают завозить и ну в принципе в бушке особо нужды нету подождем быть может как я уже говорил про какие-то элементы салона и либо авто либо детали автомобиля которые требуют достаточно долгое время чтобы выработать свой ресурс может быть на них будут спрос но попозже отложенный спрос антон скажи пожалуйста если смысл покупать сильно битые машины в авторазбор смысл есть мы этим занимаемся уставшие и битые тачки мы тоже покупаем но тут важно одно условие если эта тачка уставшая с большим пробегом то продавать эти запчасти по цене запчастей с маленьким пробегом не стоит это и не честно у тебя их никто не купит если это двигатель с пробегом 700000 у тебя просто никто не возьмет по рыночной цене за 50 процентов от рынка в случае если это двигатель работает ты его продать сможешь потому что некоторым людям нужны такие запчасти у тех у кого тем у кого вообще нету двигателей такой двигатель сойдет если машина на продажу допустим то он только обрадуется то что ему удалось сэкономить 50 процентов от стоимости двигателя он воткнет этот движок продаст эту тачку и скажет тебе спасибо у нас была история когда нам предложили hyundai solaris с пробегом 700000 это был дедушка он на этом solaris и таксовал он сказал что он поменял уже третий движок мы открыли капот увидели бирочку тюменского авторазбора на этом двигателе маркировку этого авторазбора более того все кузовные элементы практически у него были повреждены совмятинами где-то шпаклевка треснула зеркала были прикручены на саморезы бампера были на на стяжке приделаны к кузову к тем же самым крыльям ну то есть вообще тачка рухли с нее брать практически нечего и когда я увидел этот автомобиль я этому дедушке сказала дедушка о чем мы с нее брать то будем у нее не одной целой кузовной детали кому кто купит те же самые ваши зеркала на саморезах которые воздержатся он как это кто я ж купил оказывается этот дедок случае повреждения какого-то элемента он ехал на авторазбор и покупал там крепление зеркала без крепления садил их на саморезы покупал мятые двери в цвет раз воткнул и сверху яндекс сверху яндекс токсины клеил все поехало дальше дверка она мятая шпаклевка отпадывает но она есть то же самое касается и фар со сломанными ушами у нее которые там были и бамперов говорит я это все покупал на авторазборах и у вас тоже кто-нибудь это купит мы предложили небольшую сумму дедушка нам эту машинку продал мы ее разобрали на запчасти сразу же сделали дискон порядка 70 процентов и у нас эта тачка купилась за две недели потому что приезжали люди приезжали люди и покупали те самые зеркала такие же люди как и это дедушка они говорят зачем нам зеркало за 3000 рублей которая заказывает еще откуда-то надо ждать его когда вот за 500 рублей туда же саморезы в комплекте я к себе его так вот прикрутил и все поехал ну по крайней мере как временная мера допустим ему сойдет пока к нему идет зеркало который он купил с другого города те же самые бампера он их предел бампер в цвет поехал у него теперь есть бампер и есть бампер случае за сущие копейки так что такие люди тоже есть единственное опять же условия нельзя продавать такие запчасти в рынок естественно у тебя их никто не купит а продавая такие запчасти за копейки вы все-таки помогаете той части людей которые они можете позволить новые запчасти или запчасти в отличном хорошем состоянии задорого которым нужна дешевая запчасть пусть даже пусть даже серьезными изъянами и в этой части авторазбор гидрачи выполняет свою миссию он помогает автолюбителям сэкономить на ремонте своих автомобилей скажи пожалуйста вот сейчас технологии постоянно идут вперед онлайн все обновляется это является плюсом или минусом для авторазбора смотря для кого для тех кто умеет подстраиваться под изменения это конечно же плюс ведь невозможно в нынешних реалиях оставаться тем самым авторазбором что было 20 лет назад без внедрения эти технологии без присутствия в интернете без расширения своей деятельности на популярные доски и объявлений такого как раньше уже не будет я помню те времена когда если тебе нужна запчасть разбора ты просто брал номер телефона у своего кореша который знал этот номер телефона звонил спрашивал запчасть тебе говорили ну возможно есть приезжай ты приезжаешь тебе показывают где стоит эта тачка ты идешь к ней с ключом откручиваешь эту запчасть приходишь лишь вот стартер хорошо 1000 рублей отдал тысячу с этим стартером пошел сейчас если ты так будешь действовать то у тебя бизнес не пойдет одним из основных каналов продаж запчастей являются доски и объявлений это дром и авито именно там мы размещаем свои объявления можете зайти в наши магазины увидеть там количество наших отзывов порядка 4000 вроде бы у нас на авито подавляющее большинство из них положительные раньше чтобы массово загрузить свои бу запчасти на авито достаточно было предоставить им excel файл в котором содержится название детали ссылка на фотографию этой детали и цена таким образом можно было закинуть 100 200 1000 2000 объявлений 5000 объявлений со временем все начало усложняться как в какой-то момент авито сказали так ребятушки тут еще дополнительно должна быть колоночка с маркой автомобиля и колоночка с моделью автомобиля если вы эти колоночки не заполните значит ваш ваш прайс не выгрузится у тебя 5000 наименований тебе нужно в каждом наименовании запомнить заполнить марку модель кто-то с этим справился кто-то с этим не справился кто-то сошел с дороги кто-то как мы под это подстроить в итоге у нас стало меньше конкурентов следующее нововведение авито сказали так ребятушки тут еще у нас колоночка появилась сюда нужно тип кузова написать либо это седан хэтчбэк универсал колоночка не будет заполнена все ваш прайс не загрузится опять же кто-то сумел под это подстроиться как мы кто-то не сумел под это подстроиться для нас каждое нововведение авито это для нас праздник это для нас отличная новость у нас станет меньше конкурентов потому что с помощью нашего эти отдела у нас уже все автоматизировано все колоночки которые может запросить авито в дальнейшем они заранее предупреждают у нас уже тоже все заполнены то есть наш прайс максимально совпадает с тем что хочет видеть авито от рекламодателей мы очень много конечно людей сошли с этой дистанции просто потому что у них не было ресурсов на это потому что они вкладывались не в свой бизнес не в свое эти развития а в однокомнатные квартиры и либо в премиальные автомобили что это касается и всего остального то есть наши эти отдел на которые мы уделяем достаточно серьезную часть нашей прибыли постоянно развивает нас в интернете хочу сказать спасибо моей супруге которая руководит этим эти отделом у нее все отлично получается и мы большинство наших конкурентов мы уже обскакали остальную часть мы перейдем в течение ближайшего времени скажи пожалуйста почему не берете в разбор вас 210507 девятки десятки проще говоря автомобили достаточно неплохие для начинающих авторазборщиков те самые машины с которых можно начинать если ты работаешь один либо со своим другом товарищем у тебя небольшое кстати помещение для разбора этих автомобилей чисто русских подойдет и небольшое помещение расти не обязательно потому что все детали они одинаковые разбираются такие автомобили очень быстро стоят недорого период окупаемости неделя наверное может быть две недели но у этих автомобилей есть существенный минус с каждой такой тачки ты получаешь совершенно немного выхлопа этих денег быть может хватит тебе твоему напарнику на аренду небольшого помещения но чтобы развиваться и расти этих будет денег будет однозначно мало поэтому если ты планируешь свой бизнес как не бизнес а как собственное дело хобби и не планируешь дальше расширяться и углубляться тогда конечно это твой выбор но мы к сожалению с нашими расходами не не можем разбирать такие автомобили мы не сможем окупать прибылью с этих автомобилей наши большие расходы но еще можно добавить что технически проще разбирать эти пятерки семерки да нежели чем немцев эти автомобили очень просты в разборке обычно происходит крупно крупно узловая разборка то есть ту же самую дверь обычно не разбирают стекло отдельно обшивка отдельно замок отдельно дверь открутили поставили все дверь в сборе продается и стоят сущие копейки полторы там две тысячи рублей двигатель коробка двери что касается классики фары бампера козов увозится в чермет сдается много места не занимает объявление на авито постоянно не нужно публиковать потому что все одно и то же продал ты генератор с этой семерки ты объявление убрал разобрали новую новый автомобиль тебе не нужно фотографировать этот новый генератор в той тачке у тебя уже есть фотка генератора коренцы это все одинаковые ты просто старое объявление воскресил и все даже если у тебя 15 генераторов этих лежит объявление одно ты сидишь просто за наличием этих запчастей может быть даже система учета не нужно сидишь на стуле тебе позвонили у тебя в одном углу генераторы в другом мосты лежат есть мост видишь есть два да есть два моста приезжайте приехали купили максимально все просто в комментариях часто спрашивают почему мы подчеркиваем недобросовестный перекуп перекуп может быть добросовестным или они все недобросовестные и так чем отличается добросовестный перекупщик от недобросовестного добросовестный перекупщик покупает неухоженный автомобиль либо автомобиль который имеет какие-то незначительные повреждения поломки приводит его в порядок вкладывают силы знания время ремонтируют элементы автомобиля делает химчистку приводит его в товарный вид следовательно после этих вложений стоимость автомобиля увеличивается и соответственно он продает этот автомобиль чуть дороже именно вот эта прибавка к стоимости она выражается во времени который перекупщик потратил в приведение автомобиля в предпродажный вид недобросовестный перекупщик же зарабатывать с помощью обмана вы можете посмотреть уловки перекупа как раз у нас очень много роликов на эту тему на канале сюда можно отнести манипуляции с кузовными элементами загнившие пороги запениваются сверху закрашиваются минимальными вложениями дальше обманутый покупатель увидит что пена эта вся вылезла гнилью отпала и останется без порогов недобросовестный перекуп же зарабатывает с помощью обмана манипуляции уловки которые стоимость автомобиля не улучшают не делают его лучше а лишь скрывают от взгляда покупателя те недостатки которые были в машине сюда можно отнести и запенивание порогов монтажной пены вместо полноценной их замены замена подушек безопасности заглушками когда подушки безопасности вроде бы и на месте данного время аварии человек может обнаружить что их там нету манипуляции с двигателем когда в движок наливают присадки про это тоже видео есть у нас на канале они помогают буквально на неделю дым исчезает из выхлопной трубы а потом движок просто может заклинить также сюда можно отнести манипуляции с юридическим статусом автомобиля когда перекупщик покупает либо кредитную либо запретную машину и под видом чисто с помощью подменного вин номера продает на популярных площадках покупатель об этом узнает когда идет регистрировать автомобиль и соответственно оказывается либо запретным либо с кредитным либо с кредитной машиной нечестные перекупщики не помогают автолюбителям они обманывают именно про них мы снимаем наши ролики честные перекупщики помогают автолюбителям они молодцы мы с ними сотрудничаем с помощью них мы покупаем автомобили на разбор так что если среди наших зрителей есть честные перекупщики ребята мы всегда готовы сотрудничать предлагайте автомобили которые вы купили у автолюбителей биты может быть с какими-то юридическими проблемами мы купим разберем антон спасибо большое за интервью было очень познавательно надеюсь нашим подписчикам тоже подписывайтесь на авторазбор гидрач здесь очень интересно и очень много полезного